Добрый день, уважаемые коллеги! Рад всех приветствовать на площадке наших вебинаров. Сегодня мы открываем цикл вебинаров на тему «Противопожарная защита объектов культурного наследия». Меня зовут Игорь Неплохов, я занимаюсь пожарной сигнализацией в группе компании «Поштехника». Группа компании «Поштехника» – это ведущий российский производитель комплексных систем пожарной безопасности для объектов культурного наследия. Компания разрабатывает и внедряет специальные и уникальные решения для объектов культуры уже более 15 лет. «Поштехника» является квалифицированной профессиональной организацией по конструированию, проектированию, производству, поставке, монтажу и обслуживанию автоматических установок газового пожаротушения, а также систем пожарной сигнализации любого уровня сложности. «Поштехника» – это российский производитель. К сожалению, пожары в музеях, библиотеках и исторических зданиях происходят каждый год. 70% пожаров происходит, когда музей закрыт. Пожар в Национальном музее Бразилии в 2018 году уничтожил более 20 миллионов предметов. Музеи мира выражали соболезнования в связи с трагедией. Пожар в Индийском национальном музее естественной истории в 2016 году начался ночью, на шестом этаже здания быстро распространился на другие этажи. Пожар в библиотеке «Инион» Российской академии наук тоже произошел ночью. Было уничтожено более 15% уникальных библиотечных фондов. Множество документов повреждено водой во время тушения, и они были заморожены для последующей реставрации. Пожар во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря в 2010 году. К сожалению, это не снег, это пена от тушения пожара. Тушение водой и пеной нанесло ущерб, сопоставимый с ущербом от пожара. Это немногочисленные картины, которые удалось спасти. Пожар в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Причины пожара могут быть связаны с реставрационными работами. Можно проследить, как развивались события в этот день. В 18.20 сработала пожарная сигнализация, и началась эвакуация посетителей. Сотрудники предполагали, что тревога могла оказаться ложной, поскольку не видели источника огня. Естественно, потому что загорелась крыша собора. Пожарных вызвали через 20 минут, когда произошла вторая сработка пожарной сигнализации, и стало очевидно, что горит крыша собора. Пожарные прибыли на место через 15 минут после вызова. Было задействовано 400 пожарных. И поскольку пожарная служба Парижа регулярно проводила учения для подготовки к пожару в соборе, они хорошо знали конструкцию здания и трудности тужения пожара в нем. Благодаря этому удалось спасти значительную часть исторических ценностей. Большой Вензорский пожар в 1992 году. 250 пожарных, 500 тысяч литров воды для тушения этого пожара. Полностью выгорели 9 залов. Серьезно повреждено более 100 помещений. Ущерб замку нанес не только огонь, но и вода, которой его тушили. На этом слайде видно, какая часть замка была уничтожена огнем. Причем начался пожар днем. От солнечных лучей загорелись портьеры. И если бы очаг был своевременно обнаружен пожарной сигнализацией, то, конечно, можно было бы избежать такого огромного ущерба. Пять лет велись восстановительные работы. Было затрачено 37 миллионов фунтов стерлингов. И была восстановлена лишь половина пострадавших комнат. Некоторым вернули прежний вид, другие приобрели новый облик. В чем причина крупных пожаров? Можно сказать, что разные причины могут быть при возникновении очага пожара. Но причина крупного пожара – это позднее обнаружение очага. При замене пожарных извещателей используется другой тип извещателей. Соответственно, они ставятся рядом. Чтобы не делать ремонт, остаются пожарные извещатели старого поколения в дополнение к новым пожарным извещателям. Здесь вы видите пожарные извещатели точные дымовые, установленные на балках в Манеже в Московском. Ясно, что высота установки такая, не под перекрытием, что пока достигнет, дойдет сюда дым, очаг будет уже значительных размеров. Здесь тоже из экономии, чтобы не устанавливать пожарный извещатель на средину помещения. Видите, он установлен вблизи стены. В нарушении норм нет отступа от стены полметра, что также снижает его эффективность. В больших помещениях нередко можно увидеть линейные дымовые извещатели. Они представляют собой достаточно сложную конструкцию, больших размеров, но они имеют более высокую эффективность по сравнению с точными дымовыми извещателями. Они реагируют на дым, распределенный вдоль луча. Соответственно, отсутствует инерция поступления дыма в дымовую камеру, как у точных извещателей, и они срабатывают при меньшем уровне задымления, соответственно. В процессе эксплуатации можно контролировать их чувствительность, помещая перед их оптическими системами светофильтры определенного затухания. Но если они расположены на большой высоте, то достаточно сложно их технически обслуживать. Периодически нужно протирать поверхности оптических систем, прием передатчиков, отражателей. Но эти пожарные извещатели позволяют защищать высокие помещения высотой до 21 метра. Правда, при высоте помещения выше 12 метров их необходимо устанавливать в два яруса. Сложность заключается в том, что для эффективной работы линейные извещатели необходимо устанавливать на небольшом расстоянии от перекрытия, порядка не более 0,6 метров. Но, как правило, в большом помещении, как вот здесь вы видите, это пространство заполнено воздуховодами, различными системами вентиляции, дымоудаления, различными кабельными системами, лотками. И вследствие этого приходится размещать линейные извещатели на значительном расстоянии от перекрытия. Соответственно, за счет этого снижается их эффективность. Либо нужно их расставлять на небольшом расстоянии между ними, и вследствие этого требуется большое их количество. Несмотря на это, они часто используются в музеях, исторических зданиях, библиотеках. Вот здесь вы видите линейный пожарный извещатель в Британском музее на фоне вот такой вот мозаики. Надо представлять совершенно четко, при каком уровне задымления срабатывают пожарные извещатели, точные и линейные. Чтобы хотя бы примерно представлять себе уровень очага, размеры очага, на которые реагируют пожарные извещатели, можно посмотреть на данные фотографии. Пожарные извещатели, дымовые и линейные, и точные, проходят испытания в тестовом помещении, размеры которого 10 на 7 метров, высота помещения 4 метра. Извещатель располагается на расстоянии 3 метра от очага, и в таких условиях, например, тестовый очаг тления дерева должен быть обнаружен примерно за 570-840 секунд. При этом уровень задымления в месте установки извещателей допускается до 2 дБ на метр. В процентах это 40% затухания света на 1 метре. Представляете, что это такое? То есть полностью верхняя часть помещения заполнена дымом, видимость практически отсутствует. И только в нижней части можно что-то производить, какие-то работы по ликвидации загорания. Соответственно, уровень концентрации продуктов горения здесь такой высокий, что обслуживающий персонал в процессе проведения испытаний не может находиться в данном помещении. И при ликвидации очага нужно предусматривать средства защиты, индивидуальные средства защиты органов зрения и дыхания в обязательном порядке. Следующий тестовый очаг – тление хлопка. Большое количество хлопковых фитилей вешаются на кольцо. Высота подвеса 1 метр. И вот такой вот столб дыма от леющих фитилей, хлопковых фитилей должен быть обнаружен где-то максимум за 570 секунд. Уровень задымления в месте установки извещателей также допускается до 2 дБ на метр. То есть около 40% затухания на 1 метр. Тоже к концу испытаний, только в нижней части помещения остается какая-то видимость. Естественно, приточные извещатели дымовые допускается устанавливать в помещениях до 12 метров высотой. И в таких условиях еще большие очаги должны быть для того, чтобы пожарный извещатель сработал. Но если тлеющие очаги развиваются сравнительно медленно, то при возникновении открытого очага время идет, счет времени идет уже на секунды. На данных фотографиях представлено развитие очага, открытого очага, при испытаниях, которые проводились в лаборатории UL. Вот вы видите, в углу дивана небольшой очаг. Это где-то развитие после поджига его порядка 10 секунд. Через минуту 20 секунд очаг становится вот уже таких размеров. Вы видите, задымление уже под потолком значительное. Но сработки пожарного извещателя, который установлен по правилам в центре помещения, еще нет. Вот при таком размере очага срабатывает точный дымовой извещатель. От начала испытаний прошла минута 45 секунд. То есть 105 секунд. Через такое время сработал пожарный извещатель. Видите, верхняя часть помещения уже заволокла черным дымом. Очаг уже приличных размеров. При запуске от сработки этого дымового извещателя системы автоматического пожаротушения, такой очаг может быть легко потушен. Если системы пожаротушения нет в помещении, то мы должны учитывать время, через которое прибудет персонал, оснащенный СИЗОДом и огнетушителем в этом помещении. В это помещение. Допустим, на эти действия потребуется 30 секунд. За это время очаг представляет собой уже угрожающее зрелище. А если потребуется минута, то в это помещение уже будет невозможно войти, и подручными средствами такой очаг потушить уже невозможно. Вот такая эффективность дымовых пожарных извещателей. И это нужно учитывать при получении сигнала пожар от пожарной сигнализации. Есть более эффективные средства обнаружения пожарной опасности. Это аспирационные пожарные извещатели. Они совершенно по-другому устроены. Есть центральный блок, в котором расположен вентилятор, детектор обнаружения дыма и сеть труб с пробоотборными отверстиями. В процессе работы постоянно забирается проба воздуха. За счёт вентилятора они поступают в центральный блок, анализируется оптическая плотность поступающего воздуха и формируются сигналы пожар. Причём формируется не один сигнал пожар, а несколько сигналов. Сигналы предварительной тревоги на минимальных уровнях задымления и последующие сигналы для включения пожарной автоматики и включения системы оповещения и дымоудаления. Чувствительность аспирационных извещателей достигает тысячных долей процента на метр. Можете сравнить, если точные дымовые и линейные извещатели могут срабатывать при уровне задымления до 40% на метр, то здесь обнаруживается задымление на уровне тысячных долей процента на метр. Мы проводили массу экспериментальных исследований, в результате которых подтверждена высокая чувствительность аспирационных извещателей различного типа. Например, в центре обработки данных проводился тест на обнаружение дыма от дымовой спички. Дымовая спичка специально выпускается для тестирования аспирационных извещателей. Длительность горения такой спички составляет 20 секунд. Задымление, видите, совершенно небольшое. Не идет ни в какое сравнение с тестовыми очагами для точных и линейных дымовых извещателей. Дым от такой спички обнаруживается аспирационным извещателем через несколько десятков секунд, пока физически не достигнет трубы аспирационного извещателя. Конструкция аспирационного извещателя позволяет сохранять исторический облик помещения. Трубы могут быть расположены в технических пространствах, и воздух может забираться через капилляры, которые очень хорошо маскируются на фоне исторических поверхностей потолка. Вот вы видите, капилляр выведен и практически обеспечивает скрытое размещение воздухозабора. Извещатели аспирационные предыдущего поколения имели сравнительно небольшую длину труб, поэтому нередко их размещение производилось в основном в зале музея. Сейчас аспирационные извещатели имеют значительную длину труб, и можно их размещать легко в технических помещениях. Вот вы видите, аспирационный извещатель установлен на стене, трубы уходят в стену, и где-то через капилляры в эти трубы поступает воздух из контролируемых зон. Таким образом, аспирационные извещатели позволяют обеспечить раннее и сверхраннее обнаружение возгорания. По сути, обнаруживаются признаки пожарной опасности в помещении. Это позволяет и оперативно предупредить развитие пожара, минимизирует ущерб и позволяет избежать запуска системы автоматического пожаротушения. Группа компаний «Поштехника» разработала аспирационный извещатель серии «Ионэсенс» и «ПДА-1». Отличительной особенностью его является использование аэроионного измерителя оптической плотности среды. Обнаружение дыма производится за счёт ионизации частиц коронным разрядом. За счёт этого обеспечивается высокая чувствительность по аэрозолю с размером частиц менее 1,1 микрона. Таким образом, можно обнаруживать перегрев электрического кабеля до выделения видимого дыма. Разработанный аспирационный извещатель показал чувствительность на уровне зарубежных аспирационных извещателей, причём была отмечена в 10 раз более высокая чувствительность его по аэрозолям с субмикронными частицами, образующимися на ранней стадии развития очага, вначале при минимальных температурах перегрева кабеля и различных материалов. Хорошая аэродинамика обеспечивает максимальную длину труб на 10% больше по сравнению с аналогами, что тоже немаловажно при защите помещений больших размеров с большой высотой. Тушение пожара. Естественно, большие здания с большим количеством помещений необходимо защищать системами автоматического пожара тушения. Поскольку пока дежурный персонал доберётся до помещения, где начался пожар, возможности его тушения будут существенно ограничены, как мы видели по предыдущим слайдам. Какие требования предъявляются к огнетушащему веществу? Оно должно быть безопасное для персонала, эффективное в плане тушения и безопасное для защищаемых ценностей. Группа компаний Поштехника предлагает наилучшее огнетушащее вещество – это Новок 1230. Он был отмечен как лучший инновационный продукт на выставке MIPS 2007. На выставке MIPS 2012 система шкафного пожара тушения с огнетушащим веществом Новок 1230 была рекомендована к применению на объектах города Москвы. Основные преимущества – это безопасность для людей, минимальное воздействие на защищаемое оборудование при тушении, объёмное тушение, то есть это газовое тушение по проникающей способности, при этом не требует герметичности помещения. Возможность тушения без отключения силовых и контрольных кабелей под напряжением. Электроустановки могут тушиться без снятия напряжения до 36 кВт. Широкий спектр вариантов исполнения даёт возможность подобрать оптимальный состав оборудования под любой объект. На данном слайде представлена химическая формула этого химического соединения. Молекула такая большая, что она не взаимодействует ни с какими веществами, не смачивает бумагу, ткани, дерево, салфетки и что угодно. На данном слайде показан пуск газа Новик-1230. Вы видите, распыляется мелкая аэрозоль, она моментально переходит в газообразное состояние. Небольшая огнетушающая концентрация 4,2% обеспечивает достаточно кислорода, чтобы человек мог дышать и производит тушение всего объёма помещения. Безопасность для экспонатов и фондов. В 2013 году ГОСНИИ Реставрация провёл исследование возможности использования новых 1230 в составе систем газового пожара тушения производства группы компаний Поштехника для спасения музейных предметов при пожаре. Были получены очень хорошие результаты. Проводились исследования в лаборатории концерна 3М. Были исследованы образцы музейного хранения. На 71 модельном образце материалов музейного хранения производились испытания. Различные краски масла, темпера, гуашь, акварель были приготовлены по историческим рецептам. Использовались образцы бумаги с 18 века до современных образцов. Проверялись различные концентрации воздействия Новик-1230 на образцы. Никакого заметного влияния обнаружено не было. Поштехника предложила для сохранения внешнего облика исторических интерьеров и залов экспозиции в Пушкинском музее выдвижные насадки. В дежурном режиме насадок полностью утоплен в подвесной потолок. Нижняя часть насадка может быть покрасена в любой цвет, чтобы она была незаметна на фоне потолка. При пуске газа под давлением рабочая часть выдвигается из подвесного потолка и производится пуск газа. Вот такие телескопические насадки были изобретены группой компании Поштехника и запатентованы. Еще одно устройство очень интересное. Позволяет одним баллоном с двумя литрами Новика-1230 тушить несколько шкафов. Каждый из них может быть объемом до 3 кубических метров. Термочувствительная трубка прокладывается по шкафам. При перегреве электрических устройств происходит ее разрушение и выпуск газа именно в том шкафу, где возникает пожароопасная ситуация. Ну, еще раз хочу напомнить, что группа компании Поштехника – это российский производитель. Производство сертифицировано по ИСО 9001-2008 года и 2015 года. У нас имеется крупный проектно-конструкторский отдел, который занимается разработками, и свое производство. Группа компании Поштехника – это единственный с 2008 года российский производитель. Система автоматического газового пожаротушения с применением экологически чистого, безопасного огнетушившего вещества. Новик-1230. В СП-5-13-130 он записан как ФК-5-1-12. Организаторами семинара-практикума «Безопасность музеев» были «Союз музеев России», «Государственный эрмитаж», «Ассоциация безопасность туризма». Мероприятие проводилось при официальной поддержке Министерства культуры России и МЧС России. Причем были проведены пожарно-тактические учения по тушению пожаров, эвакуации посетителей, персонала и экспонатов с участием МЧС России и Росгвардии. На этих фотографиях вы видите ход проведения этих учений. На этом семинаре-практикуме выступала Наталья Хазова, наш генеральный директор, совместитель председателя Комитета по пожарной безопасности, защите от ЧАЭС и экстренной помощи туристам, члены Кома России. И дальше я представлю фрагменты ее презентации. На этом слайде представлена инструкция о порядке действий сторожевой охраны организации на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Действия сотрудников помещения пожарного поста на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Здесь расписаны шаги, которые должны быть проведены. Если не включилась в автоматическом режиме система противопожарной защиты, пожарная сигнализация, оповещение, пожаротушение, дымоудаление и так далее, необходимо в ручном режиме осуществить включение данных противопожарных систем. Естественно, если эти системы не были включены автоматически, на это потребуется время, и что может привести к значительным материальным потерям и трудностям с эвакуацией. Необходимо обратить внимание, что при обнаружении пожара в обязательном порядке дежурный персонал должен взять с собой электрические фонари и СИЗОДы, то есть средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. В первой части презентации вы видели, каких размеров и какой уровень задымления может быть при сработке пожарной сигнализации. Тушение пожара в таких условиях возможно только при условии защиты органов зрения и дыхания. Находиться в помещении с очагом без таких средств смертельно опасно. Три сценария развития чрезвычайной ситуации и три уровня рисков для людей и для предметов хранения. Наихудший вариант. Система пожарной сигнализации и дымоудаления находится в нерабочем состоянии, то есть из-за ложных срабатываний система пожарной сигнализации отключена, соответственно система пожаротушения не срабатывает в автоматическом режиме, либо просто ее нет. Открытое пламя, активное выделение дыма и токсичных продуктов горения не позволяет обслуживающему персоналу потушить подручными средствами и огнетушителями очаг. При этом высок риск возникновения паники. На безопасную эвакуацию людей из наиболее удаленных помещений остаются считанные минуты, а нередко даже и секунды. Времени на эвакуации ценностей нет. Тушение пожара, профессиональное тушение пожара водой и пеной приводит к значительному ущербу и от пожара, и от тушения его. По сути, пожарные спасают здания, а не реликвии, которые находятся внутри музея. Это максимальный риск для людей, для музейных ценностей, для объекта культуры, его фондов при пожаре, особенно в ночное время. При несработке пожарной сигнализации пожарных вызывают жители окрестных домов, когда пламенем охвачено уже несколько помещений. Сценарий номер два. Музей оборудован системами пожарной сигнализации, дымоудаления, системами автоматического пожаротушения, которые находятся в работоспособном состоянии. Мы занимаемся разработкой, производством и продвижением наиболее передовых и эффективных решений в сфере противопожарной безопасности. Проводим технические консультации, разработку концепции противопожарной защиты, разработку СТУ и ППМ, проводим все стадии проектирования, подбор оборудования, осуществляем комплексную поставку, монтаж, шеф-монтаж и техническое обслуживание систем пожарной безопасности. Это наша одна из заправочных станций. Здесь вы видите такие вот качели, где после заправки баллон качается, чтобы нормализовалось его давление. Станки с числовым программным управлением обеспечиваются очень высокое качество продукции. Это наш завод Московской области. Рапортизированные системы сварки, резки, штамповки металла. Вот такие красивые баллоны получаются в результате. С 2012 года внедрена система контроля качества ИСО 9001-2008 года. В 2019 году прошел аудит и сертификация по ИСО 9001-2015 года. В 2012 году внедрена система CRM. И в 2016 году получена лицензия технодзора Российской Федерации для работы на объектах атомной энергетики концерна «Росэнергоатом». Художественная энциклопедия. Вы видите, что часть листов бумаги, часть страниц этого произведения погружена. В новых 12-30 части остается снаружи. Никакого корабления не возникает, потому что отсутствует смачивание бумаги. И тем более она не пропитывается этой жидкостью. То есть даже в жидком состоянии это вещество не наносит никакого ущерба бумаге, краскам, дереву, электронике и не пропускает электрический ток. Это наш стенд на выставке Securica. Это стенд на выставке DenkMall 2019 года, которая прошла в ноябре прошлого года. Видите, та же самая книга, та же самая картина. Никакого ущерба не наносится этим произведениям и экспонатам. В октябре прошлого года прошел всероссийский семинар «Практикум безопасность музеев». Он проходил в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Семинар был очень представительным. Мы участвуем в многочисленных выставках и конференциях. На всех выставках наш стенд привлекает огромное внимание посетителей. Очень часто нам говорят, что наш стенд – самый интересный из всех стендов на выставке. Как правило, выставляется аквариум с огнетушающим веществом Новых 12.30, в котором плавают книга, планшет, электрический удлинитель. Огромный восторг посетителей вызывает возможность прополоскать телефон в Новых 12.30. Мы участвуем во всех выставках Интермузея. Это фотографии с Интермузея 2016 года, 2017 года, 2018 года, 2019 года. Вот вы видите, телефон погружается в Новых 12.30. Ничего с ним страшного не происходит. Наоборот, производится чистка его электроники. Вот стекает жидкость. Видите, в так называемом аквариуме находится планшет работающий, картина и отсутствие системы пожаротушения. В основном все помещения в музеях, библиотеках, исторических зданиях защищаются точными домовыми извещателями. Внешний вид, который знаком всем. К сожалению, они имеют низкую чувствительность. Срабатывают только при значительном задавлении. Невозможно проконтролировать их чувствительность. Требуют сложного технического обслуживания, нередко которое практически полностью отсутствует, что приводит к ложным срабатываниям и в итоге к отключению пожарной сигнализации. Также они портят дизайн помещения. Нередко в этом случае сигнал от автоматической пожарной сигнализации транслируется в помещение с круглосуточным дежурством на пожарный пост. Срабатывает система автоматического пожаротушения, запускается система речевого оповещения и эвакуации и включается систему дымоудаления по заданному алгоритму. Но тут тоже надо учитывать, что стандартные дымовые извещатели формируют пожар при значительном задымлении. Как мы видели, задымление верхней части помещения такое, что практически полностью отсутствует видимость. Когда дым поступает в соседние помещения, он перемешивается с холодным воздухом и видимость теряется уже и на путях эвакуации и в других помещениях. В действующих нормах присутствует опасный фактор пожара – видимость. Видимость на путях эвакуации должна быть минимум 20 метров. Однако нужно представлять, что 20% на метр задымления – это видимость уже практически 5 метров. На фотографии вы видите, что пожарные с изолирующими противогазами и видимость практически полностью отсутствует. Сценарий номер 3. Музей оборудован аспирационными системами раннего, сверхраннего обнаружения дыма и системами безопасного газового пожаротушения Новок 1230, ФК 5.1.12, который находится в работоспособном состоянии. Аспирационные дымовые извещатели выдают сигнал пожар при оптической плотности дыма порядка несколько сотых и даже несколько тысячных процентов на метр. То есть раннее обнаружение признаков пожарной опасности возможно на уровне запаха дыма. Очаг потенциального сгорания по сравнению с точными и линейными дымовыми извещателями может быть обнаружен за несколько часов или даже суток при медленном развитии до начала пожара. Наши аэроионные аспирационные извещатели IonaSense и PDA1 обнаруживают перегрев электрического кабеля до выделения видимого дыма по субмикронным частицам, которые испаряются в поверхности изоляции кабеля при его перегреве. Это, кроме раннего обнаружения пожароопасной ситуации, предотвращает образование значительных концентраций хлористого водорода, который конденсируется в виде концентрированной соляной кислоты и наносит ущерб предметам хранения. Все известные ночные пожары в музеях – это результат неисправной электропроводки и отсутствия систем раннего обнаружения дыма и отсутствия систем пожаротушения. В большинстве случаев наличие аспирационной системы раннего обнаружения дыма позволяет своевременно выявить и обезвредить источник потенциального возгорания и избежать запуска системы автоматического пожаротушения. Компания «Поштехника» предлагает безопасное газовое огнетушащее вещество новых 12.30, которое обеспечивает экологическую чистоту, безопасность для людей и музейных фондов, низкую стоимость владения, самую низкую стоимость владения на 30 лет эксплуатации, с возможностью защиты залов экспозиции в автоматическом режиме днем и ночью. При срабатывании системы газового пожаротушения с новых 12.30 персонал и посетители обеспечиваются максимальным уровнем безопасности, отсутствует токсическое воздействие, не нарушается видимость на путях эвакуации, отсутствует риск повторного возгорания. В заключении рекомендуется внимательно изучить инструкцию о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время в соответствии с пунктами 9, 10, 461, 462 и другими правил противопожарного режима Российской Федерации. Второе. Даже традиционные системы пожарной безопасности должны содержаться в исправном состоянии и проходить регулярное техническое обслуживание. Вовремя сработавшая система спасает жизни людей. Современные системы раннего обнаружения возгораний значительно снижают риск возникновения ЧАЭС, связанных с пожаром, дают максимальный запас времени на эвакуацию людей и в большинстве случаев позволяют избежать запуска системы газового пожаротушения. В сочетании с безопасными системами газового пожаротушения, система раннего обнаружения пожароопасной ситуации обеспечивает наивысший уровень безопасности для музеев и других объектов культуры. При всех трех сценариях сотрудники поста охраны должны иметь четкий план эвакуации посетителей и персонала в случае возникновения ЧАЭС. Эффективность этого плана должна подтверждаться регулярными учениями с замером времени эвакуации из наиболее удаленных помещений. Учения должны проводиться не реже одного раза в полгода. Система речевого оповещения и управления эвакуацией – важнейший элемент системы обеспечения безопасности посетителей и персонала – должна соответствовать специфике защищаемого объекта. Группа компаний «Поштехника» реализовала большое количество проектов, музеев, библиотек и исторических зданий. Например, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пилотное применение на объекте отдела частных коллекций были получены специально-технические условия и согласования на применение системы в экспозиционных залах в присутствии людей от Минэкономразвития и ДНД МЧС России по Москве. В результате автоматическими установками газового пожаротушения с безопасным газом новых 12-30 были защищены 5 помещений залов экспозиции и помещений серверной. В Государственном академическом Большом театре защищено 36 помещений. Получена грамота. В Государственном центральном музее музыкальной культуры имени Глинки здесь выполнен весь комплекс работ по оснащению установками пожаротушения запасников. Защищено 7 запасников. Использовано более 1 тонны газового огнетушающего вещества новых 12-30. Спроектировано и смонтированы огнегасительные станции на 7 направлений по числу помещений. Вот вы видите на данной фотографии насадок. Здесь точный пожарный дымовой извещатель компании ЭССР. Государственный музей-запобедник Куликово поле. Здесь тоже защищены экспозиционные залы и выставочные залы безопасным газовым веществом новых 12-30. Ну и естественно помещения для хранения экспонатов и кладовые. Вот баллоны с газом новых 12-30. Вы видите, стрелки на манометрах находятся в зелёном секторе, что говорит, что давление нормальное в баллонах. Архивы, запасники. Видите, вот жёлтые трубы. Насадок направлен вверх. И при пуске газа заполняется всё помещение. Большое количество музеев в разных городах, в разных странах защищено системами пожаротышения с безопасным и эффективным газом новых 12-30. Также защищаются и фондохранилища, серверные, Государственная консерватория имени Чайковского, музейный комплекс Государственного Эрмитажа, Малый Эрмитаж, Филармония Зарядия. Здесь приведён список важнейших учреждений культуры, которые защищены поштехникой. Запроектированы объекты. Защита обеспечивается круглые сутки, каждый день. Видеоматериалы, представленные группой компании поштехникой, вы можете найти на ютубе. В настоящее время группа компании поштехника проводит антикризисную акцию «Проект для меня». Присылайте свои запросы с кодовым словом «Проект для меня», чтобы получить расчёт аспирационной системы и проект автоматического газового пожаротышения стадия П бесплатно. Наши координаты. Главный офис находится в бизнес-квартале Парк Мира, недалеко от метро Рижская-Алексеевская. Вторая часть вебинара «Противопожарная защита объектов культурного наследия» проводится 19 мая в 11 часов. В заключение хочу всех поздравить с Международным Днём Музеев. Спасибо за внимание.